Что делать, если у многочлена кратные корни есть? Ребята, оказывается, очень простая история. В таком случае не надо выписывать вот эту последовательность, а нужно просто-напросто эти корни, что называется, выявить. А именно, я сейчас вообще объясню, что такое кратный корень, и мы научимся, глядя на производную и на многочлен, находить все кратные корни. Соответственно, процедура такая, когда вам дали многочлен, надо у него выделить кратные корни, что называется, отдельно разобраться, кто они, где они, а с тем, что осталось, писать вот эту последовательность. Значит, смотрите, определение. Если у вас есть какая-то точка, производная, в которой тоже равна 0, то мы говорим, что С это кратный корень. Это кратный корень. При этом, бывает, что выполнена даже более интересная штука. Не просто производная равна 0, но и если вы от производной возьмете производную, то это называется кратный корень. Значит, это кратность у него равна 2. У этого кратность равна 3 и так далее. Оказывается, что верна следующая теорема. С корень кратности К, корень кратности К, тогда и только тогда, когда f от x делится на x минус c в степени К. То есть, когда f от x, это есть x минус c в степени К, умножить на какой-то другой многочлен, при этом g от c не равно 0. Так, господа, все знают такое слово из четырех букв. Знаете? Понимаете, кто знает? Ага, ну, больше половины. Больше половины. Дело в том, что теорема, которую я вам сейчас сказал, это на самом деле просто обобщение теоремы безума. Если k равно 1, то это в точности теорема безума. А вот так, как я сказал, это чуть-чуть более сложное утверждение. Поскольку оно в высшей степени важно и интересно, то давайте я сейчас его докажу. Для начала теорема безума. f от c равно u тогда и только тогда, когда f от x делится на x минус c. Господа, это в высшей степени очевидное утверждение. Смотрите, ведь когда у нас есть любой многочлен, то вы его можете взять и уголком разделить на x минус c. Делите, делите, делите. Здесь получается какое-то частное, здесь получается какой-то остаток. И что это означает? Это означает, что наш многочлен, это есть x минус c, умножить на какой-то непонятный многочлен, степень на единицу меньше, чем f, и плюс какое-то число, остаток. Именно число, потому что если здесь был многочлен, то мы бы его еще дальше делили на x минус c. Это именно какое-то конкретное число. И вот это равенство должно быть выполнено при любом x. Значит, и при x равном c тоже. Получается, что f от c, это c минус c умножить на 2 от c плюс r. c минус c это 0, поэтому f от c это r. Замечательно. Значит, если f от c равно 0, то остаток 0, значит делится. Если f от c неравнен, значит остаток ненулевой, то есть не делится. Вот это одно из, мне кажется, абсолютно понятных доказательств теоремы Безус. Есть еще одно доказательство, которое часто бывает в книгах, которое основано вот на чем. Если у нас есть какой-то многочлен, f от x, представьте себе, это есть а n на x в степени n плюс а n минус первое, x в n минус первое, плюс и так далее, плюс а первое x плюс а нулевое, то можно сделать так. Выписать формулу для f от c получается вот такая штука. а n минус первое, c в степени n минус 1 плюс а первое c. и вычесть из одной строчки другую. f от x минус f от c, это будет а n умножить на разность n в степени, плюс а n минус первое умножить на разность n минус первых степеней, и так далее, и так далее, и так далее, а второе будет умножено на разность квадратов, ну и наконец, а первое будет умножено просто на разность. Так вот, господа, в эрмитарной алтебре есть знаменитые формулы. Разность квадратов – это разность чисел умножить на x сумму, разность клубов – это разность чисел умножить на неполный квадрат суммы. И вообще, когда вы x в степени n минус c в степени n рассматриваете, то это всегда будет делиться на x минус c. В общем, кому интересно, проверьте, поделите, честное слово, все будет. Знаменитая формула суммы геометрической прогрессии. Дадим образом, теорема безумерна, правда, нам нужна не она, нам нужно то же самое, только для кратных корней, а очень просто. Мы сейчас должны понять, что же будет с этими самыми производными. у нас есть многочлен, есть какая-то точка. Понятно, что если значение равно нулю, то будет делиться на x минус c, так? Сейчас мы должны понять, что у нас есть точка c, мы поделили на x минус c, получилось опять многочлен. У него может быть ноль в точке c, это может быть корень, а может быть не корень, и так далее, и так далее. Мы будем потихонечку делить на x минус c, пока можно. И таким образом, у нас любой многочлен всегда можно записать, если у него есть c корень, как x минус c в какой-то степени умножить на многочлен, который неравен нулю. Так? Вот давайте, я уже писал, формулу там, сейчас еще перепишу здесь. f от x, значит, делили, 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 да, x минус c пока делилось, и получилась вот такая штука. Там есть какой-то многочлен g от x, и известно, что g от x в точке c не равен нулю. господа, сейчас очень важная вещь. Я должен понять, как ведет себя производство. Ну, для этого надо уметь дифференцировать произведение. Мы с вами уже умеем дифференцировать произведение двух множителей. Это, на самом деле, не то, что мне еще нужно, но это почти то, что нужно, поэтому устраиваемся. Итак, что такое f штрих на x? Это есть производная вот этой штуки. x минус c в степени k штрих умножить на g плюс x минус c в степени k умножить на g штрих. Вот, ребята, сейчас проблема. А как дифференцировать x минус c в степени k? Ответ. А вообще-то при сдвиге вдоль оси ростис с направлением косойки ничего не происходит. Поэтому, если мы умеем дифференцировать x в степени k, то вообще-то точно так же по тем же формулам дифференцируется x минус c в степени k. В общем, поверьте, что ответ такой. Это будет k умножить на x минус c в степени k минус 1 умножить на g от x плюс x минус c в степени k умножить на g штрих от x. До победы осталось буквально чуть-чуть. Смотрите, что у нас сейчас произошло. x минус c вынеслось в k минус 1 из степени k минус 1 из степени k минус 1 из степени k умножить на g от x плюс x минус c умножить на g штрих от x. Вот, смотрите, f от x делилось на k минус 1. Видите? А f штрих от x делится на какую степень? На k минус 1. И если вы вместо x сюда подстоите c, то вот это будет 0, а здесь будет не 0. k умножить на g от x, это не 0, потому что g от x это не 0. Значит, вот это мы, это, так сказать, новая g, и получилось, что при переходе к производной у нас на единичку здесь показатель степени к умножить. Именно поэтому, если вы продифференцируете некоторое количество раз, то в какой-то момент, и даже не в какой-то, а вот именно в такой момент, вы получите не 0. Значит, сколько у нас здесь вот чисел, такая и называется кратность. Скажем, если просто f от x равно 0, то это корень, это не кратный корень, да? Или корень кратности от x. Если у вас корень и производная равны 0, то это называется касание порядка 2. Касание. Если так, то это уже корень большей кратности. И так далее, и так далее, и так далее. Ну и что? Собственно говоря, а какое это имеет отношение к нашей задаче? Как из этого искать кратный бой? А очень просто. f от x делится на x минус c в ка-степени. f штрих от x делится на x минус c в ка-минус 1. Значит, получается, что эти два члена делятся на x минус c в ка-минус 1 степени. И функция и производная делятся на x минус c в степени ка-минус 1. Значит, если k у нас больше единицы, то наибольший общий делитель многочленов f и f штрих обладает замечательным свойством. Он делится на x минус c в степени ка-минус 1. Ребята, значит, для того, чтобы искать кратный корт, на самом деле надо искать наибольший общий делитель. А наибольший общий делитель – это что? Это алгоритм Евклида. Все помнят? И для чисел это алгоритм Евклида, и здесь это алгоритм. И дальше замечательная вещь. В той последовательности штурма, которую я вам писал, был многочлен f, его производная. Потом с минусом остаток отселения многочленов на производную и так далее. Каждый раз берем остаток с минусом. Но, господа, согласитесь в этих формулах, поменять, что называется, минус на плюс, и у многочленов изменить знак, это не проблема. И получается, что фактически с точностью до вот этих вот знаков у многочленов, когда мы выписываем последовательность штурма, это в точности то же самое, что когда мы выписываем алгоритм Евклида. То есть, на самом деле, что такое вот эта вот теорема штурма, о которой я вам сегодня рассказывал? Это просто забавное замечание о том, как устроен алгоритм Евклида. Он просто догадался, что там нужно написать в одном месте, правда, во всех формулах, но тем не менее, перед остатком написать минус. А так-то это самое обычное алгоритм Евклида. Значит, если у вас получается, что у многочленов есть кратные корни, проще говоря, если заканчивается не на единице, то вы просто освобождаетесь от этих красных корней. Вы исходный многочлен f делите на x минус эти самые кратные корни, да, вот эти многочлены, и уже получается многочлен без кратных корней, с которым можно работать. Теперь, чтобы убедить вас, что это действительно работает, давайте все-таки не поленимся и сделаем так. Для многочлена второй степени и для многочлена третьей степени выпишем последовательность штурма ягод. Продолжение следует...